Всем привет снова, здравствуйте! И давайте в этом видео разберем, как делать дома. Хотел попозже выложить это видео, но раз уже в тему, пусть идет дальше, вроде как по Дикому Западу, уже одно к одному. Так, вот такая программа, SketchUp называется. Уже другой скетч я вам покажу, скетчфаб, там можно модели вертеть, крутить, словом, смотрите видео. Вот эта программка вам поможет сделать быстро, так, не напрягаясь здания, детали какие-то там может на мотоцикл, части какие-то, может двигатель. В принципе, если постараться, посмотреть, то здесь все это может получиться. Так, все, поехали, как она работает. Здесь у нас есть карандаш, есть у нас фигуры, вот нажимаете, тут прямоугольник, повернутый прямоугольник, круг и так далее. И также дуги есть у нас тут, разные. сектор, дуга, дуга по двум точкам, по трем точкам, стерки, в принципе, все доступно, все простенькое. Давайте посмотрим, как это все работает. Если мы откроем фигуру, возьмем фигуру, допустим, прямоугольник, зажимаем кнопку, левую кнопку мыши, и вот так вот тянем, и потом бросаем. Вот у нас такое что-то получается. Колесико зажимаете, вы можете вертеть. И теперь нажмем на переместить, или, допустим, вдавить, вытянуть. Вот это есть у нас. Вот она вот так вот вытягивает. Вот, в принципе, уже здание у вас готово. Вот такая коробка создана. Что можно делать дальше? Так, дальше давайте отметим вот эту часть, как у салона на Диком Западе. Это вот нам поможет карандаш, линия. Здесь вот есть три точки. Это конечная точка. Так, вот это середина. Точная середина будет вот эта вот. И вот эта зеленая точка, это конечная. Вот нам надо, допустим, середину. Зажимаем левую кнопку мыши и бросаем. Все, теперь опять переключаемся на выдавить. И вот так вот вытягиваем. Смотрите, чтобы все было симметрично более-менее. Так, все, заготовка у нас сделана. Теперь мы можем часть какую-то вдавить, какую-то вытянуть, сделать окна. Но теперь давайте займемся крышей. Как ее делать? Опять же, берем линию, находим середину и вот так вот отмечаем. Теперь переключаемся на курсор. Жмем на эту линию. Она, видите, стала синяя. И теперь жмем переместить. Выбираем вот эту точку и вот так вот поднимаем. Смотрите, опять же, чтобы крыша была симметрична, ровная. Вам в этом поможет вот этот вот инструмент. Он прилипает. Все, сам ведет. В принципе, вы почувствуете. Так, все это выделение можно снять. И теперь давайте запаримся. Крышу здесь вот сделаем, односкатку. А здесь потом будет у нас вход в салон. Так, берем линию и вот так ее проводим. Опять же, жмем курсор. Опять же, выделяем. И вот так вот попробуем поднять. Вот. Что-то такое у нас получилось. Опять же, снимаем выделение. И теперь давайте здесь вот сделаем окна. Это вот переключимся опять же на прямоугольник. Вот так вот мы их нарисуем. Давайте теперь вот эти окна попробуем вдавить. Вот так мы их вдавливаем. Уже вы видите, что у нас там пустота. Можно потом рамы оконные сделать в зебраж и просто их поставлять. Так, что еще можно? Давайте порисуем. Вот если линиями рисовать, то получается вот такая вот штука. Опять же, смотрите, чтобы более-менее окна были одинаковые. У меня так вот сейчас не получается. Хочется быстро объяснить, но... В принципе, косяк это второе мое имя. Так. И давайте опять это дело все повдавливаем. Если вам, допустим, нужно убрать эти окна, вот можно использовать ластик. Вы нажимаете, и вот то, что вам не нужно, просто убираете. Окна еще можно рисовать, если вы, допустим, чуть-чуть теряетесь в чем-то тут, или что-то пошло не так, как вот сейчас у меня. Берете просто ластик, это линию, проводите одну, проводите вторую. И потом начинаете просто вот так вот разбивать их. отк出 chrome. Так. Сережа же! Д shirt�, и посмотрите на этот раз вот, а теперь можно воспользоваться ластиком что вам не нужно можно просто вот так вот стереть и вот у вас получается окна уже на одном уровне не беда что разные размеры у них пойдет раньше так строили так и вот так вот теперь мы их берем и вот так вот вдавливаем вот используем вот этот вот инструмент вдавливание и вытягивание так и теперь то же самое давайте это сделаем вот с этим фасадом рисуем опять же балку верхнюю отделяем сделаем здесь столб здесь сделаем низ вот так вот стеркой уберем вот эти вот части и опять это все дело экстрадируем подальше туда так теперь можно сделать тут дверь тоже здесь потом все это сделать кровлю ну как болванка в принципе уже пойдет пойдет взбрашиваю кстати будет наверное сложнее делать на порядок подгонки детали отдельные а здесь вот уже болванка прям четко нарисовано теперь делаем дверь салон она должна быть пошире опять же убираем ее вдаль и делаем два окна на первом этаже на первом этаже в салонах большие окна рамы потом вставим все здесь останется нам навесить двери сделать кровлю так что еще тут можно сделать так вот эту часть надо удалить нажмем на ластик и с этой стороны тоже удалим все заготовка у нас есть давайте теперь вот эти сделаем пустые бока опять же нажимаем на вот эту на прямоугольник многовато взял вот отсюда где то а можем просто вот так вот вытянуть верхнюю часть вот эту скрыть вот вы видите что пустая вот эту тоже можно стереть вот так попасть в сам дом и вот эти части можно тоже поудалить вот что то такое у нас получается в принципе если ее доделать вот это вот вот эта клавиша она помогает передвигать модель вот это тоже двигает рука это возврат у нас это перемещение вот у нас рулетка вот она замеряет 4,63 метра так у нас крыша 2,23 и вот так вот можно все это обмерять сдвиг вам понятен уже ничего такого тут нету вот так вот можно сдвинуть грани вот так так давайте я тебе покажу как сделать вывеску для салона чтоб не заморачиваться потом допустим в этом узбраш вот есть у нас вот такие вот дуга дуга по двум точкам вот мы ее берем центр находим более-менее и вот так вот ее вытягиваем и вот получается у нас вот такая будет полукруглая вывеска и теперь можно чуть-чуть вот с этой стороны чуть-чуть вытянуть чтоб она была потолще и здесь можно будет уже написать салон там что-то вывеску какую-то сделать в принципе вот быстрый вариант как сохранять модель вот ее можно сохранить импорт экспорт так в 3d модель мы ее экспортируем и вот стандартный общ fbx форматы пишем название модели куда экспортируем все модель сохранена экспортирована все четко кому-то этот гражданин будет мешать допустим вы его просто сотрите да и все все потом когда вы будете загружать если он вам нужен он опять появится в принципе ничего тут такого сложного доработка уже может происходить взебраж кстати окна вы можете тут уже нарисовать только маленькими квадратиками их туда экстрадировать чтоб взебраж тоже не заморачиваться там где-то что-то сгладить потом в принципе вот такие дома получаются вы видите что быстро можно что-то сделать если взять картинку то можно уже с картинки копировать где что как вход двери окна веранды здесь вот можно еще столбы взебраж поставить побольше все ставьте лайки дизлайки надеюсь вам эта информация очень пригодится кстати очень быстро все это делается тут вы даже не заморочитесь все всем пока до свидания не 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 Продолжение следует...